Добрый ранец, вас святая служба информации телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Чарговым этапом подрыхтовки до 5-го Усебеларусского народного схода стал областный семинар идеологического актива Гомельщины. Головная тема – сустреча Беларуси в контексте глобальных грамадско-политических тенденций. Пляцовка ее обмеркованья стала областная универсальная библиотека имя Ленина. Даречи ранее подобная сустреча пройшла только в Минску. За областных же центров Гомель по кулиадзины дзят бился такий семинар. Организаторами выступили областная организация Республиканских грамадских объединений «Белая Русь» и Гомельский Абл Выконкам. Улику запрошенных – идеологи, керавництва райвыконкама, у журналисты, навыковая грамадскость и многие иншие. Усяго каля 130 человек. Особливые гости – делегаты, которые представят Гомельщину на Всебеларусском народном сходе. Кожный из них выказал свой пункт гляджения об тем, какие питания у развития нашей страны потребуют особой уваги. Для того, чтобы быть готовым к этой работе, необходимо на определенном уровне поднять свои знания, навыки. С этой целью мы пригласили представителей Национальной Академии наук, для того, чтобы рассмотреть вопросы положения Беларуси в современном мире, те тенденции, которые происходят с нашей страной, для того, чтобы делегатам, да и просто жителям страны, которым не безразлична сегодняшняя ситуация, быть готовым к предстоящему событию. Так само на семинары подвели выники областного этапу республиканского конкурсу молодых журналистов у золотой опера Белой Руси. Для удела у им поступило коля сотни работ по трех номинациях. Лепшая з лепших у гэты день отрымали памятные подарунки и дипломы. Шарговая, 17-ая, по лику сессии областного совета депутатов отбудется 9-го червеня. На разледжение вынесено пытание об затверджении списа у народных заседателя у судов Гомельской области. Регистрация депутатов и у всех запрошенных будет проходить с 9 до 9.30 у фойе Великой Залы Абловы Конкама. Гомель признанный лепшим областным городом Беларуси по санитарным стане и доброупорадкованне. Адзначим, что такого поспеха город над Сожем досягая не упершиню. За перемогу у республиканским агляде конкурсе санитарного стана и доброупорадкованне Сярод городу областного подпродкованне города Минска Гомелю знагороджены пероходящим вымпелом. Сярод Гиншага специальным посвечением и грошовой премией у померы 8 тысяч базовых величиня у сосродка у республиканского бюджета. Пероможцами у своей категоры так само стали на роли и Ельск. Сегодня отбудется суместная операция Держа-Аутоинспекции Беларуси и России. С 9 до 21 годины пройдет процелка автодорог М10 и М13, а так само нейтральной территории Бранской и Гомельской областей. Подразделения двух краин плануют выявлять порушения с допомогой приборов в видеофиксации. Сярод задач так само – проверка автотранспорту, пошук забороненных речевов с допомогой службовых собак и мониторинг громадской думки. А кроме того, чекается, что начальники подразделения у Гомельщины и Бранщины подпишут суместные рабочие документы. У Гомели начали працаваць оздоровленчая лагеры и лагеры працы и отпачинку. План отповедных мероприемствов специалисты отдела аддукации, спорту и туризму Гомельска Хагарвы-Канкама пачали рыхтаваць ясчэ на приканцы минулых агода. Згодна згим сё лето на территории города над Сожем будуть дзенечать больше 230 оздоровленчых лагеров. Их наведвальниками стануть 8 с половой тысяч школьников. Про то, як бяспечна и с корыстю провести свой вольный час на летних каникулах, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошелина. Не глядячи на час летних каникул, у стенах середней школы номер 22 города Гомеля доволі шматлюдна. Тут собралися наставники, школьники и представники суб'екту профилактики, кабу расисты открыть оздоровленчую змену. Для кожного лагера продугледжена назва и гимн, а головная профиль дзейнасті. Так сё лето у Гомельской середней школы номер 22 их будзе працаваць одразу три. Лагер працы и отпачинку, оздоровленчы, ими школьны, военно-патриотичны на кераванасті. Даречі, опошні выклікаў наибольшую тікавасть ў падлеткав. Было немало жадаючых трапіць сюды. Заявкі на ўдел падавалі школьнікі з усяго савецкага района. У выніку былі одабраны лепші з лепшіх – дзєці, які праявіли сябе на районных спаборніствах, або у громадянска патриотичных акціях. Зараз у міжшкольным лагері военно-патриотичны на кераванасті їх чакая насычанная тематичная праграмма. Мы будем сотрудничать с воінськой частю 55-25, где для учащихся пройдут показательные экскурсії, показательные выступления солдат, выставка оружия и спортивные соревнования. Также у нас запланирован цикл мероприятий на базе учреждения образования Центра допризывной подготовки, где на протяжении трёх недель наших ребят будут готовить для участия в военно-патриотической игре «Зарница». В рамках данной игры ребята смогут проявить себя, как знатоки истории нашего государства, проявить себя в военной подготовке, в медицинской подготовке и в пулевой стрельбе. А у середній школі номер 29 города Гомеля одразу пасля урочистого открытя лагерной зміны приступили до оздоровленших занятків. Спортивная эстафета, рухомая гульня, займальне физичное практиковання. Приоритетными напрямками дейності Гомельской середній школы номер 29 з'являється пропаганда здорового ладу життя. Только у першую лагерную зміну оздоровлення і активный отпочинок тут пройдуть більш як 100 дятей з розных школ чи уночного района. А крім'я гэта, у стенах установы адукації будуть дейничать лагері праці і отпочинку, де новошенцы змогуть не толькі з корыстю провести свой вольный час, але і заробіць гроші. Треба отзнашыць, подобные гурты зараз являюцца пасабліваму запотрабованными. Між тым дейність лагерів праці і отпочинку привабливая не толькі подлеткав. Батьки так само тікавятся і мкнуться накерувати своїх дітей меновіто у їх. В нашій школі організован лагеря труда і віддіху, де занимаються 2 групи. Одна група буде займатися в школі, на базі школи, які будуть виконувати роботи, зв'язані з благоустройством території школи – це полісадники. Дякую група буде займатися в міжшкільному оздоровительному лагері на базі школи-інтернат поселка Гостюковка, де діти будуть, це дівочки, які будуть роботи в швейних мастерських. Ребята, кроме того, що вони будуть участвувати в трудовому лагері, получат трудові книжки і, естественно, свою першу зарплату. Тому багато родітей заінтересовані в тому, щоб діти приймали участь в таких трудових лагерях. У цілому сіліта на території Гомеля будуть дзейнічать більше як 230 оздоровленших лагерів. Планується, що їх наведвальниками стануть 8,5 тисяч школьників. Оздоровленші лагері будуть вести роботу по 16 на керунках. Кожний школьник зможе обрати для себе занятки по інтересах, бо ні одне дитя по 6-летніх каникул не повинна застатися без уваги. Вероніка Варашилина, Михайл Рабкову, телерадиокампанія «Гомель». У Гомельським Харацким Центру Культуры отбився 4-й Харацкий фестываль творчасті дзятей до школьних аў зросту, які цудоўны гэты свет. Середу дзельнікаў – полторы тысячи юных вокалістаў, танцоров і мастакоў. Двума месяцами раней у Гомелі прайшлі районные фестывали творчасті. Па іх выніках былі вызначаны пераможцы па пяти на прамках. Лепші концертные нумары і мастацкія работы аб'яднаў уже Гарацкий фестываль. Ён прайшоў мінавіта ў Дзене Бароны дзятей. Самым таліновітым ўдзельнікам ўручылі дыпломы і памятныя прызы. Даряча фестывалі снуе ўжо 4 гады. Аднак на гэты раз ён вылучыўся шэрахам новаў вядзенў. Так сё літа был заснаваны спеціальны прыз гран-пры і некалькі новых номінацій. У храм святога пропадобнаха Серафіма Саровскага, які знаходзіцца ў Жлобіне, доставлены в образ іконы Божай Маці Скарапаслушніца, написаны ў 19-м стагодзі. Велікую працу па рестаураціі святыні правялі ў Ніжогородськай Мітрополіі. В образ аднавілі, выкарыстовываючы складаныя старажытныя технологіі. Перша узор іконы Божай Маці Скарапаслушніца знаходзіцца ў манастыры на святой гары Афон. Час ёе написання прыкладна адносіцца да 10-го стагодзя. У храм святога пропадобнаха Серафіма Саровскага перададзіны удар дакладны аналог іконы, написаны ў 19-м стагодзі. Старажытныццу датворны абраз закліканы дапамагаць людзім, які шчыра прагэта просіць. Манастырская паданне каже, што некалі трапізар Ніл, проходзіцца ў трапізную з запаліна і лучынай, пачуў ад іконы Божай Маці Голас. І он заклікаў яго больш не хадіць тут і не задымляць абраз. Манах падумав, што гэта жарт і не надаў значэння гэтаму знамэнню звыш. У худкім часі ён страціў зрок. У горкім раскаяні маліўся Ніл перады иконы Божай Маці і затым знов пачуў дзівны Голас, які паведаміў яму аб прабачэнні і вертанні зроку. Аднак загадав абвястіць ўсёй браті. З гэтай пары будзе называцца ікона с карапаслушніццей. Усіх, хто зверніцца да іе, атрымаюць Божую ласку і прабачэння. Людзі сёня шыра верыць і спадзяюцца нада памогу цудотворнах абраза іконы Божай Маці, с карапаслушніццей. Она на той называцца с карапаслушніцца. І всі, каждаў чалэк, каторы будзе прасіцць с чистым серцем і ад душі, мастер Божаўсцяда памагаец. Думам, што наш образ праслаецца ёсчё. Гостім чарговай сустрэчы ў рамках проекта «Культурныя людзі» стала мастацкэй кераўнік заслужанага аматорскага коліктыву Республікі Беларусь цырка імя Валерія Абіля Тацяна Абіль. Нагутарку з гамельчанамі яна завітала ў центральныў гарацкой бібліатэку імя Герцына. Цыркавым коліктывам Тацяна Абіль кіруе з 1987 года. Справу сваўго бацькі Валерія Абіля яна працягвае навыдатна. Намаганнямі Тацяны Валеріяўны ў 2008-м коліктыва трымаў званне заслужанага. Артысты цырка прымаюць ў дзел ў розных фестывалях і конкурсах ў Беларусі і за мяжоў. І даволі паспяхова. У творчай скарбонцы шматлікі гран-при і кубкі розных цыркавых форумов. Зараз тут асвоюваюць цыркавое майстырства каля 140 чалавек. С цырком звязаны і лёс ўжо чат трёх пакалені ў сям'ї Абіль. Удзельнікам сустрэчы Тацяна Валеріўна расказывая пра новую цыркавую праграму «Цудас Карбонка». Яна цялкам прасвечана заснавальніку Валерію Абілью. Але нельха просто расказаць пра цырк, тому не абайшлосе без яскравых нумароў. Сё лето на новая творчая дасягненні коліктыв цырку падштурховываюць адразу тры падзеў. 55-гадовы ўбилеў самаго коліктыву, 70-гадовы ўбилеў яго заснавальніка і Год культуры, які абяўлены ў Беларусі. Наш коліктыв очень востребан и не только в этом году и связан с Годом культуры. Он востребан был всегда, но в этот год особо. Почему? Потому что, наверное, большое внимание уделяюць сейчас, как и прежде, но сейчас ещё, наверное, более нашему коліктиву мы часто работаем на всевозможных площадках республики, областей, города. Поэтому чувствуется, что, наверное, в Год культуры ещё более мы можем проявить себя. Доброчынный концерт народной хоровой капеллы Дзянница ГДУ «Імя Франциска Скарыны» отбылся ў Гомеле. Мероприемство прайшло напярэда дні дня. Ховы дзятей имела пэўную мету. Да помахчын маленьким выхаванцам гомельской дзятячай вёскі для дзятей-инвалидов. Концертной пляцовкой на гэтый раз стал костёл рожства прасвятой Дзевы Марии. Сергей Нигарэвич протягне. У основе духовной частки репертуара капеллы Дзянница – православные спевы, але гэта не перешкаджая коліктывы выступать ў костёле. Тут добра разумеют, что саправдная мастацтва не ведая межаў, и ўжо каторый раз прадоставляюць хору пад керавництвам Микалая Козлова пляцовку для выступлэння ў храме. Які, да рэчы, адрозніваецца сваёй асаблівай чистой акустыкой. Але на гэтый раз і миссія концерту была асаблівая. Ён ладзівся ў патрымку дзятей-сирот-инвалидов, тых, хто живе толькі з допомогаў воланцёров і сястёр миласырности добрачынной каталіцкой миссії. Я патрысён. Через два года, когда я работаю, служу в Гомер, я вижу, как они развиваются. Очень сильно процес воспитання идёт вперёд. Я патрысён и очень доволен, что это важно дальше заниматься этими детьми. Они испытывают любовь. Некалькі годыў тому намаганнями добрачынной каталіцкой миссії «Карытас Миласырность» при патрымце мясцовых уладаў ў обласным центры была створана дзятячая вёска. Заразу ёёю проживаю 60 дзятей-сирот с асаблівастями психофізичного развіця. Далёка не ўсі з їх былі здольны асабіста наведаць концерт. Присутні шала толькі некалькі дзятей. Але хочацца верыць, што яны ў гэтый вечер на адлеглацці отчули энергетику хоровой музыкі і цепленню удячных серців дарослых слухачоў. У выконанні дзяницы як завсёды прогучали творы розных жанров, духовные і класичные спевы западных і русских композиторів. Особные блоки были отдадіны свецкой і народной музице. Яркими моментами выступленья стали сольные номары. Мы тоже после этого концерта испытали любовь, красоту. Она помогла, особенно каждому из нас. Я видел, как люди очень внимательно слушали эту музыку, эти слова. Да, это слова, так как тоже слова молитвы. И тоже музыка исполняет эту свою роль. И сегодня я вижу, что это очень доволен, благодарен за то, что, за то событие, за тот концерт. Надо помогать, надо заниматься благотворительностью. Ну пусть молодёжь тоже поучится и посмотрит, как это, что это, и что происходит, как происходят эти мероприятия. Но я считаю, что сегодня коллектив выступил очень, как говорят, благоговейно. И я считаю, что мы сегодня хорошо сделали свою миссию. После концерта публика охотно охверовала на допомогу выхованцам детяшей вёске. Собранные сродки пошли на набыть тё необходных речо для деток. А каждый из присутных стал в этот вечер больше спагадливым и добрым. Сергей Негеревич, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». И на гэтым наш раннешний выпуск завершены. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочым с разведцем падзей у «Гомелі» и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин